Настоящий подарок к Новому году готовят власти Одинцовского округа для юных жителей Кубинки, а также их родителей. В конце декабря здесь откроется современный детский сад на 330 мест. Будущий кадровый состав учреждения почти сформирован. Мы уже практически на 10 групп набрали педагогов, то есть это воспитатели, это жены военнослужащих, которые сюда переезжают. Они с большим удовольствием ждут открытия сада, чтобы приступить к своим функциональным обязанностям. Глава муниципалитета Андрей Иванов совместно с профильными заместителями, депутатами, педагогами и активными жителями проинспектировал завершающий этап строительства дошкольного учреждения. Это музыкальный зал. Продолжение с колонками. Когда хочется круг сразу сделать, поблагородить набережную. На данный момент здесь трудятся 146 человек и одна единица техники. Территория для прогулок уже обустроена, рабочие завершают внутреннюю отделку помещения. Строительная готовность сада – 91%. В конце года здесь ожидается торжественное открытие, а после новогодних праздников сад распахнет свои двери для первых воспитанников. Хорошо, тогда на конец декабря мы с вами здесь встречаемся. С вас детско-юношеско-взрослый праздник. Хорошо. Ну вот, с Пировая. Обязательно. Мы приедем со своими подарками. Вы нас встречаете. В Кубинке образовательное учреждение ждут давно. Ранее жителям приходилось много времени тратить на дорогу, чтобы отвезти детей на занятия. Теперь все находится рядом. Не верится. Мы были год назад. Дочке было два года. И мы приходили закладывать кирпич на строительство. И вот спустя год какой большой красивый детский сад. Не верится. Согласно проекту, в трехэтажном здании размещены просторные светлые помещения для игр, занятий и отдыха, а также медицинские и процедурные кабинеты. Здесь очень современный дизайн. Здесь отдельно спортивный зал, отдельно музыкальный зал, большие групповые, спальни современные. Окна всегда будут освещены солнечным светом. То есть дизайнеры постарались. Подъезд к детскому саду уже оборудован двумя вместительными парковками, а завершат благоустройство озеленением прилегающей территории. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова». Толмачева, телекомпания «Одинцова».